Добрый день, уважаемые друзья! Я приветствую вас! У нас будет разговор о том, что мы называем традиционно социально значимой журналистикой, журналистской социальной ответственности, журналистикой, которая занимается наиболее деликатными, наиболее часто встречающимися, с одной стороны, в нашей жизни проблемами, не глобальной политикой, а тем, что вот-вот, вот тут у нас, что называется, под боком. А с другой стороны, именно об этом мы хуже всего умеем говорить. Я представляю нашего гостя под ваши аплодисменты. Это Светлана Изамбаева. Это медицинский психолог, руководитель благотворительного фонда ее же имени, да, так он называется, фонд Светланы Изамбаевой. И первый вопрос, который я хотел вам адресовать, все-таки почему, как так получается, что одна из наиболее, это тот случай, где с минусом, динамично развивающихся проблем общества, проблем здоровья нации, социальных проблем уже на выходе потом, да, по цепочке, так мало обсуждается в общественном пространстве, особенно в медиа. И вообще не обсуждается. Пожалуйста. Добрый день. И сразу, да, к вопросу я подхожу. Тут несколько ответов на этот вопрос. То есть получается, почему люди не говорят о ВИЧ-инфекции в целом? Первый ответ, наверное, такой явный, простой, потому что много лет назад об этом, то есть эта тема стыдная, эта тема не актуальная, как многие говорят. Или эта тема не совсем, как сказать, да, мы сейчас учимся говорить про какие-то такие уязвимые группы, там, про детей с инвалидностью, про еще какие-то темы. Но тема ВИЧ-инфекции, она касается нескольких еще важных факторов. А ВИЧ-инфекция передается тремя путями, как мы все знаем, да, половой путь от матери к ребенку и через кровь. И вот один из основных путей это половой путь. И на сегодняшний день 67% полового пути передачи. И он лидирует. И вот этот путь половой, когда всегда говорилось, а в России секса нет, и этого вообще, ну, об этом не стоит говорить, то поэтому, на мой взгляд, один из основных моментов, почему об этом не говорят. И еще, почему об этом не говорят, потому что, вот если взять учесть другие страны, многие к этому пришли не сразу. Стыда, страха, позора, ужаса, потому что это еще как некое ВИЧ равно спит, и это как смерть, смертельная болезнь своего рода, как много лет назад говорили. А, допустим, если взять другие страны, они очень много информации доносили, то есть у них тоже много было сыда и ужаса. То в нашей стране, если учесть, да, мы здесь еще не смогли остановить распространение ВИЧ-инфекции. Мы еще на том уровне, что очень мало об этом говорим. Потому что у нас, а, лечение не для всех ВИЧ-инфицированных предоставляется. Б, у нас люди очень сильно боятся этой темы, лишь бы меня не коснулось. И третье, люди продолжают заниматься незащищенным сексом. Может быть, я далеко сейчас много говорила, но вот если покороче. Сейчас мы на течение дойдем, а вот давайте про цифры, которые вы сейчас озвучили. Хорошо. Итак, самому молодому ВИЧ-инфицированному, это может быть новорожденный, вот, соответственно... Да, самый молодой ВИЧ-инфицированный человек, это тот ребенок, который получил ВИЧ-инфекцию от матери к ребенку. И это у нас, к примеру, если взять Татарстан, это наши пациенты, которые получают ВИЧ, вот именно буквально вот с рождения. Этому молодому пациенту, ну пусть будет месяц. Самому взрослому пациенту у нас в России, он москвич, ему 92 года. Он получил ВИЧ половым путем, ну вот ему на день рождения подарили девочку. Так, теперь, вот смотрите, вы говорите 67% заражаются, 33% это кто? Вот эти 33%, которые получают каким-то иным путем. Либо передача через кровь, либо же передача, которая произошла от матери к ребенку. На сегодняшний день у нас более 10 тысяч детей, которые получили ВИЧ в Российской Федерации от матери к ребенку. И если учесть Татарстан, то это 150 детей. Ну, то есть это такие цифры. Остальные люди, это те, которые получили ВИЧ через кровь. И это либо инъекционный путь, либо же это у нас есть люди, которые получили ВИЧ-инфекцию в таких трагических, наверное, случаях. Это Волгоград или Старостов-на-Дан. Ростов, это получается 87-й год, когда получили ВИЧ через медицинский инструмент, то есть общим катетером. И у нас еще есть граждане, которые приезжают из других стран. Это Узбекистан, Киргизия, Казахстан, которые, к сожалению, там есть такие случаи, когда передают ВИЧ в медицинских учреждениях. В России таких случаев, вот когда был 87-й год, в основном такой массовый. В России таких случаев нет, здесь очень строго. С этим, слава богу, научились контролировать. Но у нас приезжают ребята, к примеру, из других стран. И, ну, это небольшой процент, получается, медицинский инструментарий. А остальные, это вот наркотики. Теперь медицинский вопрос. Ну, прежде чем у зала созреть вопросы, я попытаюсь для себя уяснить и для коллег. Медицинский вопрос. Мы сами себя всегда уговариваем. Онкология не приговор. Инсульт, ну, если человек прошел через определенный там пик болезни, не приговор. ВИЧ это приговор? Все? ВИЧ это не приговор. ВИЧ на сегодня это хроническое инфекционное заболевание, с которым можно жить и умереть от старости. Единственное условие ВИЧ-инфицированного человека – начать принимать лекарства. Наверное, просто будет проще, если сейчас я скажу, что я живу с ВИЧ 17 лет, и из этих 17 лет я 13 лет на лечение. Вот мои лекарства, которые я ношу с собой каждый день, получается. Я принимаю утром одну таблетку и вечером две таблетки. И эти лекарства, три таблетки в день, позволяют мне жить, радоваться, путешествовать. Я в месяц примерно, у меня полетов 9-10 полетов. Ну, самолет – это тоже определенные условия. Плюс я воспитываю двоих своих детей. И сейчас одного брата, второй брат у меня вырос, а так было два брата, которых я воспитала. То есть четверых детей я воспитываю, получается. И что еще с ВИЧ-инфекцией, если при правильном грамотном лечении человек, который живет с ВИЧ, он не может заразить другого человека, если он пьет препараты. Это исследование всего два, этому исследованию всего два года. То есть, если человек с ВИЧ-инфекцией принимает препараты, он не может заразить полового партнера, так как у него вирус в крови ноль. Не определяемый, как говорят врачи, и этим воспользовались многие европейские страны, Франция, Женева, ну, очень многие страны, которые взяли стратегию лечения равно профилактика. То есть, если человек с ВИЧ-инфекцией, он вот только-только обнаружилось у него ВИЧ, сразу же ему начинают давать лекарства, он через месяц буквально становится безопасным. Он не может заразить другого. И таким образом многие страны сделали так, чтобы ВИЧ-инфекция так сильно не распространялась, как у нас, к примеру. На сегодняшний день в России мы по темпам распространения ВИЧ-инфекции Российской Федерации на третьем месте. После стран Южной Африки, ЮАР и Нигерии, Россия на третьем месте. Каждый день инфицируется по 250 человек. Просто проведем эксперимент. Я сейчас досчитаю до пяти. Вот один, встанут, к примеру, четыре человека. Два, встанут еще четыре. Три, встанут еще четыре. И так до пяти. Сколько человек встало? Двадцать. Вот за эти пять минут в России инфицировалось 20 человек. Они об этом не знают. Почему не знают? Потому что ВИЧ никак не дает о себе знать. Вот у вас заболеет живот, что вы будете делать? Вы пьете таблетки, у вас заболеет голова, что будете делать? Таблетки, либо к врачу пойдем. Правильно? Зуб разболелся, ну если уже все дело доведено до такого ужаса, что кариес такой степени, что придется зуб удалять. С ВИЧ-инфекцией такая же ситуация. То есть, если человек с ВИЧ, он не обнаружил сразу свой кариес, а кариес обнаружится по каким-то симптомам. То есть, ВИЧ-инфицированный человек, у него симптомов на лице никаких нет. Возможно, при заражении, при инфицировании, у него появится головная боль, повышение температуры. Или же, ну это что-то похоже на грипп, на что-то, какую-то простудную историю. Поднимите руку те, кто не простужался в течение года. Это всего будут несколько человек. То есть, мы не, ну, человек с ВИЧ, он получается, он уже инфицировался, у него никаких симптомов нет, он живет и продолжает дальше жить. Одна из историй. Я в спеццентре консультирую каждый четверг. Выхожу, в коридоре стоит женщина, дама, возраст 55 лет, ухоженная, аккуратная, видно, что она либо преподаватель, либо руководитель какого-то звена. Я подхожу к ней, начинаю разговаривать. Она говорит, вот я к терапевту на прием. А как так получилось, что у вас обнаружили ВИЧ? Оказывается, очень просто. Ее муж в каком-то возрасте, когда они вместе жили, а когда-то сходил налево. И об этом, естественно, он не сказал. И вот они жили много лет. Когда у мужа, муж пошел на операцию уже в своем возрасте, ему около 60, а у него обнаружили ВИЧ, и увидели, что уже очень мало иммунных клеток. Иммунитет, ВИЧ убивает иммунитет. И обследовали и жену. У жены тоже оказалось ВИЧ. Но у мужа уже очень такая сложная стадия, стадия спида, потому что он не лечился, он и не знал, что ему нужно лечиться. И женщина тоже сейчас начала лечение. Вот таким образом люди не знают, и так ВИЧ набирает обороты. Но, я убежала от своего вопроса, ВИЧ это просто хроническое заболевание, при котором люди живут, радуются, рожают здоровых детей. При приеме препаратов люди рожают здоровых детей, 99,9%. Мои двое детей, оба здоровы, без ВИЧ-инфекции. Ну и продолжают работать на своих рабочих местах, на которых они могут работать. Единственное, несколько профессий, при которых нельзя работать ВИЧ-инфицированным, это профессии, которые связаны с жидкостями человеческого организма, ну и хирурги. То есть несколько таких профессий. Спасибо. Вопросы? Микрофон, я напоминаю, что есть. Поэтому давайте сигнал. Возникли ли у вас вопросы? Значит, так. Здравствуйте. Студент первого курса. Хотел бы спросить, вот, а что нам, вот как представителям, ну в будущем, да, журналистики, телевидения, что нам делать, чтобы в СМИ все-таки об этом говорили больше, возможно, какой-то нужный этап воспитания нашей молодежи, чтобы мы как бы сознательно к этому относились, к каким-то таким вот, ну, вечерним встречам, да, чтобы мы как-то более сознательно вот в этом вопросе были. Вообще СМИ, чтобы оно говорило об этом, что нужно делать? Да, вот хороший вопрос очень, да, а чего от СМИ-то нужно? Потому что СМИ, как только, вот они все время же под ударом. Конечно. Вот тему наркозависимости начали поднимать, и часть журналистов начали судить за пропаганду наркотиков и наркообраза жизни. Вот сейчас эту тему, вот что нужно, с вашей точки зрения, да, профессионалы, нужно было бы увидеть в общественном пространстве, в общественном дискуссии с силами журналистов, чтобы не нарушить эту тонкую грань между пропагандой и, да, в общем-то. Я поняла вопрос. Хороший вопрос. На мой взгляд, нам об этом нужно говорить. Первое, что нужно сделать и начать, не только в две даты в год. Это 1 декабря и 15 мая, Всемирный день памяти борьбы, Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Не только эти две даты. Сегодня люди продолжают инфицироваться. Поэтому что нам нужно сделать, как молодым, не только любым профессиям, журналистике или там социальной службе, еще как-то. Но журналисты, они что? Они помогают людям увидеть, что есть проблема. Вот вы сейчас слышите, что есть проблема, что каждый день люди инфицируются. Вам хочется что-то делать. Вам хочется об этом рассказать. Самый простой явный способ рассказать об этом, это что? Сейчас несколько моментов, я подготовила, правда, если что, мы вам разошлем ролики. Чтобы было интересно, через историю людей. Я работаю, вот, к примеру, психологом. И я работаю с ВИЧ-инфицированными детьми. Для того, чтобы легче и интереснее рассказать об этом, мы создали такую книгу. Это первая книга в Российской Федерации вышла. Это книга «Помощник равный равному», которая рассказывает истории ребят, которые живут с ВИЧ-инфекцией с рождения. Для чего это делается? Для того, чтобы, в первую очередь, когда подростки приходят, они сами увидели, что не только я один есть, есть еще другие такие же. А для общества что? Это для предубеждений, для изменения мнения по поводу того, что ВИЧ равно СПИД, равно наркомания. Что люди с ВИЧ-инфекцией, это не только наркозависимые люди. Я получила ВИЧ от своего молодого человека, за которого мы планировали пожениться. Он не знал, что у него диагноз ВИЧ, а может и знал, и скрыл. Такие истории тоже достаточно много. Но ситуация в том, что мы, вы как журналисты, можете рассказывать это интересно, вкусно. Много лет журналистика рассказывала о ВИЧ, что это страшно, что это смерть, что это до сих пор есть такие плакаты, где написано, что СПИД это смерть с косой. И когда я провожу свои тренинги среди подростков, они, к примеру, 14-летние ребята, 16-летние, они, я спрашиваю, нарисуйте мне, что вы чувствуете, думаете и хотите сделать, когда слышите слово ВИЧ. Эти ребята рисуют смерть с косой. Потому что у них в голове картинки, что это смерть с косой. Сегодня перед вот этим вот мастер-классом ко мне пишет девочка-подросток, ну сколько ей, 20 лет сейчас. Она выросла с рождения с ВИЧ, она живет в Иркутске, где каждый 30-й с Иркутской области инфицирован. Она мне пишет о том, что, скажи, пожалуйста, у меня был незащищенный половой контакт, я могу его заразить, мне страшно. Так получилось, что он произошел незащищенный. Я могу его заразить, она девочка с рождения живет с ВИЧ. Я ей объясняю, нет, N равно N. Ты заразить своего полового партнера не можешь, но он тебя может заразить чем-то другим. И ты еще можешь забеременеть. Она говорит, а разве я смогу родить здорового ребенка? 99,9% она родит здорового ребенка. Ну, то есть практически 100%. Я ей это объясняю. Это я почему рассказываю? Потому что очень много мифов, предубеждений, страхов и вот этой информации, о которой мы, многие, еще не знаем. Вот скажите, пожалуйста, я веду тренинги, очень многие люди ошибаются. Можно ли ВИЧ-инфекцию получить через укус комара? Нет. На моих тренингах большую часть людей отвечает, что можно. А, кстати, можно или нет? Вирус иммунодефицита человека. Еще раз. Вирус иммунодефицита человека. То есть ВИЧ передается только от человека к человеку. Есть вирус иммунодефицита обезьян. Есть вирус иммунодефицита кошек. Есть вирус иммунодефицита коров, но он передается только от коровы к корове. Если бы ВИЧ-инфекция передавалась через укус комара, то бы, естественно, больше людей было бы инфицировано. Он передается в ВИЧ только от человека к человеку. Комар это... Когда укус комара... Что делает комар, когда кусает? Он всасывает, а не наоборот. И капля крови, частицы крови, слишком маленькое содержание вируса вот в этой маленькой капельке крови, которую он берет. Вот несколько фактов, о которых просто надо знать. ВИЧ не передается через укус комара. Также на тренингах отвечают, что женщина с ВИЧ не должна рожать детей, потому что она родит больного ребенка. Я уверена, что и у вас были такие мифы о том, что женщины рожают, не могут родить детей, или они могут родить, потому что она просто женщина должна родить. Ну, такие дискуссы происходят. Но о том, что родится здоровый ребенок при лечении своевременном, многие об этом, к сожалению, еще не знают. И поэтому, когда мы рассказываем... В прошлом году вышел очень крутой фильм. В прошлом, позапрошлом, я уже не помню. Если видели, поднимите руку. Интерактивный фильм. Главная героиня Ирина Старшенбаум. Она играла девочку, Катю, которая живет с ВИЧ с рождения. Кто знает фильм «Все сложно»? «Все сложно», отлично. А вы только двое или еще кто-то смотрел? Кто смотрел фильм «Все сложно»? Ирина Старшенбаум. Вот об этом... То есть этот фильм, он создан на основе истории ВИЧ-положительных подростков Татарстана. Сюда приезжали такие дела, фонд такие дела. И режиссеры собирали, люди, продюсер, все, команда собирали истории. И прототип девочки, героини Кати – это истории наших подростков. Вот таким образом рассказывать через какие-то истории, через интересные сюжеты. После того, как вышла наша книга, со мной связались с ЮНЕЙТС ООН, объединенная программа ООН. И они говорят, нам надо, чтобы эти истории были озвучены в роликах. Но сами дети не могут сказать с открытым лицом. Их родители запрещают, их бабушки запрещают им об этом говорить. Как вы думаете, почему? Боятся, что потом они отвернутся. Вот, боятся, что они их отвернутся. Потому что такие случаи есть до сих пор. Потом о них могу рассказать. И тогда было принято решение, что актеры, известные молодежные актеры, Ирина Старшенбаум, Олеся Грибок, Иван Хацкевич, Ну, то есть несколько таких молодежных актеров, Они озвучили эти истории. Эти истории можно посмотреть в Ютубе. Называется «Ты не одинок, ВИЧ?» Когда набираешь, ты не одинок, они вылезают. И Диляра Вагапова, Мураками, солистка группы Мураками, Она тоже озвучила историю девочки Наташи из этой книги. Все это делалось потому, но это делалось обратно на 1 марта, Как вы говорите, это день против дискриминации. Я не знаю, когда придет день, когда мы об этом будем говорить не так страшно. Чтобы это было вот вам, вот я сейчас просто встану. Вот вам же не страшно меня взять за руку? Нет, то есть... Я не возьму. Вот, вы меня не возьмете. То есть вы думаете, что ВИЧ-инфекции передаются через рукопожатие? Мало ли. Мало ли. А если до вас достронусь, вы пойдете сдавать анализ. Давайте поэкспериментируем. Я до вас, да, трагиваюсь. И у меня есть тест на ВИЧ. Вы идете и сдаете тест на ВИЧ? И он прав. Потому что когда я рассказываю о ВИЧ-инфекции на тренингах, и они боятся, они говорят, их надо на отдельный остров отправлять, еще что-то, еще что-то. И когда я слушаю на своих тренингах этих людей, я возле этих людей трусь. Трогаю их специально, щупаю. Потому что страх очень тяжело убрать из человека. Вы не можете заразиться через рукопожатие. Нет, а вот так вот можно? Как? Вот так то, что сейчас я делаю. Вот так, когда я вас трогаю, вы не можете заразиться. Самое интересное, что даже если у меня, ну сейчас такой, половой контакт произойдет, я не смогу заразить. Ну не здесь шутят. Я не собираюсь, просто я к тому, чтобы вы понимали, что вроде, да, страшно, но об этом можно шутить. У меня есть девочка одна, она живет с партнером, партнер ВИЧ-инфицирован. Она молодая, красивая, ухоженная, ей 24 года девушка. Когда она узнала от своей соседки по даче, что у нее партнер инфицирован, вот представьте, парень ей не сказал. Они только начали встречаться, они приезжают на дачу, и тут соседка, добрая душа, прибегает и говорит, аккуратней с ним, он ВИЧ-инфицирован. У нее шок, у нее ужас, ей 24 года, у нее истерика, она не знает, что делать. Она понимает, что он, а он еще не успел ей сказать, может быть, он в этот день не хотел с ней поговорить об этом. И вот она начинает, она обращается ко мне, мы начинаем разговаривать, что это не, ну то есть, что вот про эти все дела. И она понимает, она начинает ходить на группы, общается с другими подростками, общается с молодыми женщинами. У кого есть ВИЧ, у кого нет ВИЧ-инфекции. Она начинает понимать, что она не может получить ВИЧ-инфекцию от него. Но страх каждый раз, и истерики у нее каждый раз происходят. Если вдруг там произойдет презерватив, к примеру, порвется или еще какие-то случаи. Но что делать, если презерватив порвется? Вот об этом ведь тоже никто не говорит. Вы как журналисты можете об этом рассказывать. Аварийная профилактика от слова авария. Этим пользуются хирурги. Вот я работаю в спеццентре, ко мне приходят, к нам приходят врачи, которые, у которых случайно произошла авария, контакт с инфицированной кровью. Мы даем этим врачам, людям, хирургам таблетки. Эти препараты они принимают в течение месяца, инфицирования не будет. Авария от слова аварийная профилактика. Кто знает об этом? Поднимите руку, что есть 72 часа, чтобы избежать инфицирования. Отлично. Но где вы слышали об этом и говорят ли об этом журналисты? Ну, вообще в обществе. Вы от вас слышали. Вы от меня слышали, да. Понимаете, вот в этом-то и фишка, что есть история. Или та же самая девочка, которая вот живет с партнером, у которого ВИЧ-инфекция. Она мне говорит, я рассказываю однажды историю, как я путешествовала в Сиэтле, и там есть стена, где жуют все жвачки, и жвачки приклеивают на эту стену. Кто знает об этом в городе? Ну, вот в Сиэтле есть такая традиция, жевать жвачку и приклеивать. Если ты не жуешь жвачку, идешь приклеиваешь туда. И однажды она мне говорит, когда я случайно просто разговаривала, она говорит, я долго потом думала, что ты об этом рассказала. Как ты свою спидозную жвачку приклеила на эту стену? И смеется. А вдруг через жвачку передается ВИЧ? А через чем вообще передается? ВИЧ-инфекция не передается через слюну. Поцелуи реально возможны. Но кто об этом говорит? Вот эти разные штуки. И многие ВИЧ-инфекционные подростки на группе, они смеются, потому что они пытаются через смех свой страх перед людьми каким-то образом проиграть. Понимаете? Они говорят, я же специально сейчас утрирую, говорю спидозной. Я в жизни так не разговариваю. Я не спидозная. И мне очень больно, когда журналисты так пишут. Потому что когда в 2005 году я выступила на конкурсе Мисс Позитив и открыла лицо на весь мир, сказав о том, что... Почему я должна скрывать? Я же не преступница, что у меня ВИЧ. Что плохого в том, что я влюбилась в этого человека, и он просто не знал. И он меня заразил. Но почему я должна ходить и скрывать? И когда я заявила на весь мир, очень много журналистов писало о том, что это ВИЧ-овая, это спидозная, и еще в том числе. Если мы даем грамотную информацию, она на сегодняшний день должна быть а вкусной, а б легкой. Сейчас так много информации вокруг, она просто вот... Надо еще увидеть. Вот информация, что спида нет, ведь тоже есть. Вот скажите мне, кто читал эту информацию, что спида нет? Во, 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 во. И там ведь легко поверить, что его нет. Вот вы, когда его смотрели, легко поверить. Гордон выступал на этой передаче однажды и говорил, что... А разве он существует? Вот это тоже вопрос к журналистике. А после этой передачи очень многие ВИЧ-инфицированные перестали лечиться. А сколько смертей? И сколько людей умерло после этого? В прошлое воскресенье умерла мама девочки, у которой ВИЧ. Девочке 20 лет. Она умерла от спида, потому что лечилась абы-кабы. То лечится, то не лечится. А если не лечится, то возникает лекарственная устойчивость. Лекарства перестают работать на этого человека. Это не так. Кто из вас допивал свое лечение? Вот, к примеру, вам назначил врач антибиотики. Поднимите руку те, кто до конца допивал эти антибиотики. А есть люди, которые не до конца допивали. И вот у ВИЧ-инфицированных такая же история. Вроде же я хорошо себя чувствую. Зачем пить эти лекарства? И люди продолжают умирать от спида на сегодня. Люди не должны умирать. Люди продолжают инфицироваться. Это моя боль, потому что я с этим живу. И это на сегодняшний день мне уже недавно не... То есть я работала, у меня экономическое образование высшее. Я работала, плюс еще у меня хорошая профессия. Я 17 лет начала работать в парикмахерской. Но когда я узнала, что у меня ВИЧ, это стало для меня... Это моя жизнь. И мне очень хочется сейчас, когда я веду группы, истории с детьми, тренинги, я очень хочу, чтобы в России не было такого жесткого распространения. Я хочу, чтобы наши дети, мой ребенок, не встречался с ВИЧ-инфицированным человеком. Я хочу, чтобы этого вообще не стало. Но пока на сегодня реальность такова, что ВИЧ-инфекция вокруг нас. Это касается каждого из нас. И когда моя дочь, ей 12 лет, она идет в школу, она знает, что у мамы ВИЧ, она знает, что у папы ВИЧ. И ее всегда об этом могут спросить. И кроме этого, могут и сказать ей что-то неприятное. Когда девочка ВИЧ-инфицированная в классе, ей было 14 лет, а учительница на 1 декабря прочитала лекцию о том, что такое ВИЧ, что такое СПИД, она все правильно рассказала. Но девочка, сидевшая в классе, услышала в конце такие слова от учительницы. Я не желаю вам встретить таких людей. Она расплакалась и выбежала из класса. Или же девочка ложится в больницу, и при приеме врач ей говорит в лицо, увидев ее диагноз, а разве я могу тебя положить с другими здоровыми детьми в одну палату? Ей тоже больно. Вот по поводу, поднимите руку, кто, те, кто верят в эту теорию заговора, что СПИДа нет. Кто просмотрела, верит. Нет таких. Я рада, что нет таких. Но даже у меня, когда я посмотрела вот эти ролики, у меня закралась мысль, потому что там так все они сделали хорошо. Но вот для меня ужасный тот факт, что у нас есть сообщества родительские, которые верят в это и перестают лечить своих детей. На днях у нас есть священнослужитель, у которого дочка умерла от СПИДа, потому что он лечил из Питера. И эту информацию вы слышали, да, она вот даже на днях признали факт, что он невиновен. На самом деле его дочка умерла просто потому, что он ее не лечил. Он ее лечил всем, он ее возил в Германию, туда, еще какие-то моменты, но он ее не лечил специальными таблетками от ВИЧ, потому что он думал, что этого нет. И она умерла от СПИДа. Маленькая девочка в 12, по-моему, ей лет. И когда вот эти 150 детей, которых мы контролируем в спеццентре каждого, чтобы они пили лекарства, чтобы жили, и когда они женятся, выходят замуж и рожают здоровых детей, для нас радость. Но когда их родители говорят, что, начинают верить в эту теорию и говорят, что мы не будем лечить этого ребенка, мне очень страшно становится. Потому что это человеческая жизнь, и она почему-то оказывается в руках взрослого человека, который вдруг не дает лекарства своему ребенку. И эти истории у нас есть. Люди умирают, они же не умирают от СПИДа, они умирают от пневмонии, от онкологии, от чего-то другого, которое возникло из-за глубокого поражения иммунитета. Иммунитет погиб, нечем справляться, возникают другие инфекции, человек погибает. Он не умирает от СПИДа, он умирает от чего-то другого. Но это возникло на фоне СПИДа. Фредди Меркури, Рудольф Нуриев, они жили в то время, когда не было таких лекарств, как сейчас. Они только-только из лекарства появлялись. Сейчас есть лекарства, сейчас люди живут, сейчас люди радуются, рожают здоровых детей. Последнее двухлетнее, вот это вот N равно N, неопределяемое равно непередающее, вообще позволяет не передавать ВИЧ. Сколько у нас пар дискордантных, где один партнер с ВИЧ, второй без ВИЧ. Их же множество. Живут и не заражают друг друга. Так как же сделать вкусно через ролики, то есть как же сделать интересно, чтобы об этом начали говорить. Когда-то, когда я узнала, что у меня ВИЧ, я очень много стала об этом читать, и я прочитала историю про одного мальчика, Райан Уайт. Этот мальчик, который заразился ВИЧ-инфекцией через переливание, ну то есть через кровь. Он родился с больной гемофилией, и ему постоянно переливали кровь, и однажды ему влили ВИЧ-инфицированную кровь. Райан Уайт. Этот мальчик сделал так, я, по-моему, пять лет назад была на стажировке в нескольких городах там, и в каждом штате, в каждом штате мне рассказывали про этого мальчика, про этот закон Райана Уайта, который запрещает дискриминацию всех ВИЧ-положительных людей. Я тогда, когда читала, в свои 23-24 года его историю, я думала, господи, если это сделал мальчик, которому даже еще 18-ти не было, а что он сделал? Он ходил в школу, он об этом говорил, родители в знак протеста забирали всех детей из школы, он судился с родителями, а их у него были папа, мама и он. Папа у них бросил семью, потому что мальчик стал активно, стали же все о них говорить, что вот он там, спидозный, все это ходит, распространяет. А он говорил, не смотрите на меня, я такой один. А миллионы людей ВИЧ-инфицированных, о которых надо говорить. И он все время рассказывал, что такое ВИЧ, родители, то есть он сделал один на весь мир, ну у себя в стране, он сделал так, чтобы об этом знали. Когда у нас появится свой Райн Уайт, когда у нас люди, сейчас люди истории работают, сейчас нам важно, у нас есть примерно 15 ВИЧ-инфицированных человек в России, которые открыто заявили о себе, назовите их, кто знает, известных, кто знает. Вам же об этом писать, кто знает уже. Ведущий телеканала Дождь, подсказки делаю. Вот, даже если мы об этом не знаем, вот это и говорит о том, что у нас нет людей, вернее всего несколько человек, которые, чтобы эта тема стала интересной. Если президент Российской Федерации или Татарстана возьмет за руку ВИЧ-инфицированного человека и скажет, это не передается через рукопожатие, может быть, тогда люди услышат и перестанут этого бояться. Но пока люди боятся, вот так же, как это происходит. Я не знаю, когда этот день придет, я не знаю, когда политики об этом больше заговорят. Возможно, когда в каждой семье будет ВИЧ-инфицированный человек, но зачем доводить до этого? Учитывая факты статистические, если вы их прочтете внимательно, вы увидите, что мы идем к этому. Если стратегически мыслить, посмотреть туда, в корень, вроде бы так легко ВИЧ-избежать, так легко не заразиться ВИЧ-инфекцией. Но что делать для того, чтобы вот такого не было размаха? Политики, общество обсуждают, говорят, все страны мира собираются, что же делать, почему в странах Восточной Европы, Центральной Азии такой размах? Почему эпидемия? Почему так ВИЧ-инфекция растет? Почему? Находят причины для этого, но они пока настолько вот маленькие. У нас очень большая страна. У нас не осталось ни одного населенного пункта, где нет людей без ВИЧ. Так, спасибо. Еще вопросы, если есть, вы давайте знать. Здесь вопросы появляются. Ну, для меня понятно все с медицинской частью ВИЧ, а про психологическую. Как поддержать человека, если близкий человек узнал, что у него ВИЧ, или ты сам узнал, что ВИЧ, что делать в этой ситуации? Я понимаю, что, ну, как бы, понятно все, что нужно поддерживать, что нужно об этом говорить, читать, узнавать больше, лечиться. Но на практике это же все гораздо тяжелее. Как себя вести? Я поняла вопрос, это очень хороший вопрос. Я его задаю иногда врачам, которых обучаю консультировать людей с ВИЧ. Сейчас на секунду задумайтесь все, вспомните тот момент, когда у вас в жизни произошло какое-то серьезное потрясение. Возможно, потеря близкого человека. Возможно, в детстве у вас умерла любимая кошка. Но что-то произошло сложное. Вспомните этот момент. Каждый из вас испытывал этот шок, эту утрату, эту боль. От этой утраты. И кажется, что эта боль настолько невыносимая, настолько ужасная, что вот в этой боли можно провалиться. У ВИЧ-инфицированных людей, и не важно, пусть это люди с ВИЧ, пусть это люди с онкологией, пусть это люди, у кого какой-то кризис произошел. Развод, расставание, смерть близкого, не важно. И здесь очень важно понимать нам, что на первой стадии шока нечего трясти человека, нечего ему рассказывать все. Он все равно ничего не услышит. Что происходит, когда... Вот мой пример. Умирает мама. У меня умерла мама. В этот момент, когда мне об этом сообщили, я ничего не слышу, я ничего не вижу, я могу только кричать, плакать и стонать. Мне бесполезно о чем-то говорить. И это возможно, вот эта стадия шока продлевается от, там, не знаю, нескольких дней до нескольких месяцев. Все люди особенные, все мы разные. И каждый из нас проживает любую стадию по-разному. Кому-то нужно просто с этим человеком, просто быть рядом. Для кого-то достаточно... Кто-то захочет укрыться в темной комнате, спрятаться под подушку, ну, то есть побыть один на один. И надо дать возможность этому человеку побыть вот там, вот с этим. Но всегда говорить, я всегда рядом, я уважаю твой выбор. Если тебе нужна будет моя помощь, ты можешь всегда обратиться. Вторая стадия, она бывает не у всех, но она бывает. Это отрицание, еще вместе с торгом. Что такое отрицание? Люди, те, которые спит, не верят, что и спит, они попадают вот в эту стадию. Ведь так хочется поверить, что спида нет. И еще об этом в интернете столько роликов. Так они идут туда и уходят полностью туда, потому что в это легко поверить. А когда умирает близкий человек, ведь тоже пока не увидишь его тело, не поймешь. Или еще что-то. Ведь каждый раз хочется... Вставай! Ты что уходишь? Вставай! Ну, то есть вот такие вот истории. Это отрицание. А торг, это когда ты торгуешься с Господом. Давай я буду себя вести хорошо, а ты мне верни мое здоровье. Давай я там... Ну, то есть очень... Ну, такие моменты. Вот в этом месте что нам делать, специалистам, людям для поддержки? Просто понимать, что давать правильную информацию, также быть рядом, поддерживать. Третья стадия. Какая, как вы думаете? Депрессия. А депрессия несколько факторов. Она бывает латентная, закрытая, человек улыбается, ходит, работает, все делает, все вокруг, у него все хорошо. А внутри у него, что он даже есть не может ничего. Но на вид у него совсем все по-другому, все хорошо. А внутри тоска, одиночество, боли много. И вот в этом месте тоже можно понять и можно просто спросить, а какие у тебя цели стоят, а что ты хочешь? У многих ВИЧ-инфицированных людей вообще просто в один момент все цели, которые он ставил в жизни, уходят. Вот все, целей нет. Ни одной. И не знаешь, что делать дальше. Вот эта депрессия тоже может быть продлеваться долгие годы. Дальше идет агрессия. Через страх, через ужас, через агрессия. Это борьба, это уже выход, да. Это уже новая энергия. И через агрессию человек может получить какие-то другие моменты. Ну то есть важно понимать, что он в этой стадии поддерживает его. И следующее смирение, принятие, или еще как ее там все называют. И каждый из нас проходит эти стадии. В любом случае, несмотря на то, что ВИЧ, не ВИЧ, все равно. Просто нужно понимать, что я сейчас вот на этой стадии, и как-то мне нужна какая-то другая поддержка. Но многие люди с ВИЧ, они пишут ко мне из разных стран, из России, они говорят, ваша история на телевидении когда-то, когда я вас увидел, она меня очень поддержала, когда я через много лет узнал, что у меня ВИЧ. То есть они когда-то, в 2002 году, в 2004, они посмотрели ролик с моим участием случайно на телевидении. А потом они узнали через 10 лет, что у них ВИЧ. Они вспомнили. А там девчонка была, она жила. Может, я тоже выживу? Эти истории, живые истории людей, они всегда вдохновляют, они всегда впечатляют, они очень нужны. И когда, к примеру, нам тяжело или тяжелое заболевание, или смерть кого-то, мы всегда обращаемся к истории, мы всегда обращаемся к человеку, мы всегда обращаемся к любви. И мы люди социальные, нам очень хочется быть с кем-то, нам нужно быть с кем-то. Спасибо. Был вопрос, да, где-то здесь? Вот здесь вопрос. Про центр КФУ Руфина Гималедина. Во-первых, я хотела сказать вам большое спасибо за такую полезную информацию. Я часто бываю на мероприятиях, которые проходят в шоу-руме, и одна из немногих встреч, когда студенты действительно слушают, не заглядывая в свои мобильные телефоны. Большое вам спасибо. Еще у меня такой вопрос. Что делать, когда от мала до велика кто-либо узнает о своем ВИЧ-положительном статусе? Куда идти? То есть информация есть. Да, мы ее теперь уже знаем, те, кто не знает, узнали. Куда идти? Какие центры обращаться? Как туда подойти? Как приготовиться? Что с собой взять, может быть, даже? Спасибо. В каждом городе есть региональные спид-центры. И в интернете их очень достаточно легко найти. У нас спид-центр на Ершово-65. Туда можно просто подойти, и там есть психологи, психотерапевты. Там можно сдать анализы анонимно, через кровь, через слюну, пожалуйста, любой способ, бесплатно. Там же можно получить любую помощь. Есть некоммерческие организации. Я руководитель благотворительного фонда, и здесь тоже можно найти эти фонды. Практически в каждом городе есть люди, которые поддерживают, помогают. Есть ассоциации ЕВА. Это сеть активистов, лидеров, женщин, которые помогают ВИЧ-инфицированным женщинам и женщинам с социально значимыми заболеваниями в Санкт-Петербурге. Но она такая региональная на многие города в России. Это также как организации некоммерческие, которые помогают женщинам, подвергшим домашнему насилию, к примеру. И здесь тоже темы близки к сожалению. Потому что ни для кого не секрет, что те женщины, которые подвергаются домашнему насилию, они могут еще и заразиться ВИЧ-инфекцией. Ну, то есть вот в этом месте. И куда можно еще обратиться? То есть это некоммерческие организации, это крупные, это спид-центры в городах, в поликлиниках. Я не... ну, такой помощи, к сожалению, пока нет. Но вот если смотреть стратегически, вот так мыслить, где мы можем обнаружить ВИЧ-инфекцию? Где-то в поликлинике, когда, к примеру, я простудился, я думаю, что у меня простуда, но никто же не думает, что нужно еще тест на ВИЧ сдать. Вот в этом месте каждому любому врачу важно, чтобы они предложили сдать тест на ВИЧ, чтобы заранее предотвратить, чтобы ВИЧ не развился в СПИД. И тогда вот в этом месте очень важно в клиниках, в поликлиниках иметь психологическую помощь. К примеру, предложили, он пришел, но что чаще всего делают, они предлагают пересдать тест на ВИЧ, если у него... Если, к примеру, вот в этом тесте оказывается, что две полоски, две полоски, это означает, что возможно ВИЧ-инфекция, и тогда нужно сходить уже сдать кровь через вену в СПИД-центры, и там уже поддержат психологи. Ну, то есть это так происходит. Есть, вот вы молодые люди, есть у нас такая сайт Тинейджайзер, это сайт на страны Восточной Европы и Центральной Азии. Девочка, живущая с ВИЧ-инфекцией, при поддержке людей, сообществ, родителей, создала этот сайт, и она находит специальные деньги для того, чтобы поддерживать людей из других, ну, то есть молодых людей в других странах. Они поддерживают Киргизию, Узбекистан, ну, многие страны Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе и в России, это в Казани и в Питере. То есть там можно получить консультации равные-равному от лица подростков самим подросткам. У нас мы обучаем наших подростков, которые, не важно, они с ВИЧ или без ВИЧ, мы их обучаем консультировать других подростков, молодых людей. То есть каждый из вас может вступить и сказать, я хочу научиться консультировать, и мы обучаем Азам консультации именно подростков, равные-равному. И это мы в нашем фонде делаем. Вот, по-моему, так. — Друзья, прямо сейчас вы можете задать, возможно, давно уже интересующий вас вопрос. Да, есть такие люди, девочки недалеко находятся. Я к тебе, я к тебе поднимусь. — Подождите, вот сейчас, секунду, мне обидно за нашу сторону, да? — Здравствуйте, меня зовут Ангелина, я первокурсница, группа 904B. И я бы хотела уточнить, вы сейчас задаете вопрос, как же преподносить это все в массы. Вот лично я, если бы я хотела написать статью о ВИЧ, я бы побоялась, потому что я не полностью осведомлена. Я бы захотела взять у вас интервью. Как с вами связаться? — Со мной связаться достаточно просто. Мои контакты во всех социальных сетях, Инстаграм, Контакты, Фейсбук, пожалуйста, просто надо набрать Светлана Изамбаева. И есть сайт изамбаева.org. То есть я создала максимально просто. Ко мне обращаются люди из Нового Уренгоя, из Иркутска, из Кемерово, Кузбасс. Кемерово на сегодняшний день лидирует в отношении распространения ВИЧ-инфекции. Так же, как Екатеринбург. Новосибирск, кстати, вышел выше. То есть ко мне обращаются люди ВИЧ-инфицированные, они находят меня везде. Поэтому я и хочу... То есть для чего мне это важно? Для того, чтобы люди знали правдивую информацию, честную. А вы не только у меня сможете взять интервью. Я вас познакомлю с ВИЧ-инфицированными подростками, которые сами расскажут свою историю. Но важно, чтобы вы сохраняли здесь конфиденциальность. В отношении людей с ВИЧ, если они вам говорят, я не хочу, чтобы мое лицо или имя где-то фигурировало, мы придумываем, пожалуйста, разные истории, без проблем. Но это должно быть, как сами понимаете, этично, вкусно, хорошо. И чтобы человек не пострадал. Если он не готов говорить об этом с лицом. Здравствуйте, меня зовут Ирина. И вот как понять, что человек проходит лечение? Это где-то отображается или это просто вопрос доверия? Я поняла. Конечно же, это не вопрос доверия. Почему ты мне захотел стать не чужим, да? Это не вопрос доверия. В спид-центре у этого человека, который лечится, он же приходит за таблетками в спид-центр. Мне же их где-то выдали. Кстати, они бесплатные для всех ВИЧ-инфицированных людей. Когда мы их выдаем у нас в спид-центре, а он у нас в таблице. У каждого пациента есть свой номер. И у него есть динамика. Мы видим, какой у него гемоглобин. Какой в норме гемоглобин должен быть? Кто знает, какой в норме гемоглобин? Нет? Вот, это еще одна история о том, что мы не думаем про свое здоровье, особенно когда мы еще молодые. В норме гемоглобин 120 у человека. И есть еще норма иммунитета. Об этом вообще никто не думает. Ну, живу я и живу. А какой у меня иммунитет, никто не знает. Вот в норме иммунитет должен быть от 500 и выше. А вот если человек часто болеет, то у него, скорее всего, низкий иммунитет. Иммунитет связан еще с тем, что высыпается ли он, кушает ли он, правильно ли он питается, там, как много улыбается, смеется. От этого тоже зависит иммунитет. Стрессы, насколько у него стрессов много. И вот у ВИЧ-инфицированного человека есть еще один показатель. Это вирусная нагрузка. Это количество вируса в одном кубическом миллилитре крови. То есть взяли кубический миллилитр крови и посчитали, сколько в нем частиц вируса. Если в этом кубическом миллилитре крови мало частиц вируса, значит, он пьет таблетки. Либо у него вирус еще настолько не вырос. Это либо начало, когда он только заразился, либо он еще уже пьет таблетки, и он не может заразить другого. Вот когда он не может заразить другого, это когда у него совсем 2 клетки, 20 копий всего. Это вот взять... Смотрите, у ВИЧ-инфицированного человека ВИЧ-инфекции есть во всех жидкостях человеческого организма. То есть если я сейчас дам тест на ВИЧ, а вот, кстати, это моя полоска, если я сдам тест на ВИЧ, у меня будет 2 полоски, у вас будет 1 полоска. Это говорит о том, что в моей слюне есть антитела к ВИЧ-инфекции. То есть у меня организм пытается бороться, то есть у меня есть эти антитела. И тогда в данном случае... То есть ВИЧ-инфекция передается через только 5 жидкостей. Понимаете? Он... Через слюну он не передается. Вернее, чтобы передать его через слюну, нужно 5 литра... Ой, 3 литра, по-моему. Что же? 3 литра слюны. В банку наплевать и выпить. Но такое в жизни не происходит, слава богу. И такое, ну, как бы... Я сейчас вот как-то вам... То есть, понимаете? То же самое с комаром. У количества крови там маленькое. Ну, в крови мало вируса. Вируса должно быть много. Еще один из важных факторов. Кровь... Это самая вкусная среда для вируса. Для ВИЧ. ВИЧ выбрала эту кровь нашу. Но когда кровь попадает на... Кожу. Либо на какую-то поверхность. Он вылезает. Ну, то есть он не в организме. Он что делает? Кровь... Что происходит с кровью? Она... Не слышу. Она высыхает. Кровь высохла, вирус умер. И когда говорят, вот там спидозные иголки в кинотеатрах нашли, не верьте, пожалуйста. ВИЧ-инфекции так невозможно передать. Это все байки, которые говорят, что даже от бананов передаются. Там информацию слышала я. Через родительские сообщества присылают. ВИЧ так невозможно передать. Это все миф. Потому что кровь высохла, вирус умер. 30 секунд вирус ВИЧ умирает во внешней среде. Он может передаться только из крови в кровоток. И вот ваш вопрос был связан с... Я на него ответила? Или убежала? Не знаю. Как вопрошающий. Если удовлетворен. Еще есть вопросы, кстати. То есть вот эта часть понятна. Да, еще вопросы? Есть вопрос. Есть, есть. Вот вопрос. Давайте вот еще два вопроса. И потом будем... Здравствуйте. Меня зовут Милевша. Я студентка первого курса. Как нам известно, люди начинают заботиться о своем здоровье после того, что что-то случится. А вот немножко личный вопрос. Извините, пожалуйста. А вот когда вы узнали о своем положительном статусе, статусе, что-то случилось ли у вас в жизни? Как вы переосмысливали смысл жизни, либо что-то случилось? Спасибо за вопрос. Очень такой ценный вопрос. Люди с ВИЧ, но я конкретно, узнав про свой диагноз, первый год я была в депрессии. Ну, то есть сначала шок, потом депрессия. Я лежала с мыслью о смерти, с валерьянкой в руке. Жить не хотелось, учебу хотелось бросить. Я вернулась к себе в село. Я из деревни родом. Я из Шимурши, это Чувашеская республика. Я вернулась туда к родителям, оставила университет. Ну, то есть не стала... Ну, то есть я закончила все равно университет, я потом вернулась. Я просто вот в этот момент, когда узнала, я приехала домой, но думаю, если я уж скоро умру, значит, надо сделать ремонт в квартире, чтобы родители продолжали тут жить. Ну, это вот такие мои фантазии о том, что я скоро умру. Хотелось куда-то провалиться сквозь землю. Это было очень стыдно. Очень стыдно. Я настолько, что вот думала, если я здесь останусь, все равно уже когда-то кто-то об этом узнает. Перееду-ка я в какой-нибудь другой город, где вообще меня никто не знает. Ну, чтобы вот с нуля прям начать жизнь. Я даже взяла такую попытку, я переехала жить в Краснодар, где меня никто не знал, и жила-работала, но потом я поняла, что я так не могу, я вернулась к себе обратно. И продолжила свое образование. Ну, то есть я на третьем курсе в университете узнала, что у меня ВИЧ. Что меня поддержало? Я стала ходить к врачу и задавать очень глупые вопросы, которые мне казались, ну, очень важны для меня. Можно ли есть макароны? Можно ли мне обливаться водой холодной? Можно ли там заниматься спортом? Как укрепить иммунитет? На тот момент таблетки назначались 200 клеток. Ну, то есть 200 клеток и назначили препараты. То есть это уже стадия спида. 200 клеток – это стадия спида. 500 – норма, 200 – спид. А 1000 – это отлично, ну, то есть замечательно. Это иммунных клеток. И вот получается, что я задавала много-много вопросов, каждый день ходила к врачу. Вопросы я свои выписывала в своей тетради, читала информацию про это. А тогда у нас не было трех препаратов, был один препарат, лечили одним препаратом. И он был достаточно большими побочными эффектами. Я задавала вопрос, что такое монотерапия, что такое тройная антиретровирусная терапия, что такое вирусная нагрузка, что такое иммунный статус, ну, то есть такие вопросы. И они мне говорят, вы знаете, вы так много вопросов задаете. Езжайте-ка вы в Москву на форум для всех ВИЧ-инфицированных людей. Вот здесь сколько человек у нас собралось? Девяносто. Вот примерно сто человек с ВИЧ-инфекцией собрались в Москве. Это был 2004 год. И я там оказалась. Я ходила на всех, смотрела и думала, вот еще живой, еще живой. А перед тем, чтобы туда поехать, меня врач мой познакомила с девочкой, которая уже три года живет с ВИЧ-инфицированной. А я год всего жила. И я сижу напротив нее и говорю, скажи, пожалуйста, ты можешь мне показать свой живот? Она мне говорит, зачем? Я говорю, наверное, язвы уже у тебя появились. Ты же три года живешь с ВИЧ. Как вы думаете, почему я таскаю с собой лекарства? Очень многие люди думают, это посадили там какого-то там, ну типа, вот придумали героя и посадили. Когда акции в автобусах ходили, здесь по Татарстану, я там рассказываю, я Света, я живу с ВИЧ, ла-ла-ла. Многие говорили, а, ну это же так, типа, актриса. И я, то есть получается, что очень важно, вот эти люди, они меня поддержали. Я увидела там беременную женщину, она была уже на девятом месяце, а тогда для меня думала, ну если у меня ВИЧ, я рожать точно не буду. Ну зачем рожать? Думаю, у меня и так ВИЧ. А я увидела, что она планирует вот-вот ребенка у нее. Я тогда думаю, господи, да что ж такое-то я-то думала? Я же и матерью стану. И вот это меня поддержало. Я приехала домой из этой Москвы, в Чебоксаре, подошла к главному врачу спеццентра и говорю, знаете, вы мне очень должны дать помещение. Это для нас жизненно необходимо. Мы должны собираться, чтобы продолжать жить. Вот, это про то, как поддержать людей. Нужно создавать какие-то сообщества, то есть то, что я и создаю, группы взаимопомощи, взаимоподдержки, потому что нам нужно быть принятым. Мой врач меня принял, и это помогло, принял меня и не осудил. И это помогло мне дальше идти и начать помогать другим. И наш фонд, который работает 10 лет, он помогает уже очень много лет. Спасибо. И еще был вопрос. Здравствуйте, меня зовут Милан, я студентка первого курса. И вот такой вопрос. Еще года два назад где-то гулял миф по поводу маникюра, то есть когда ты идешь делать маникюр, ты можешь заразиться. И также вы говорите, если половым путем не передается, если НН получается, да? Если он пьет таблетки. Да, вот если он пьет таблетки, то что с кровью? Вот то же самое получается или нет? Я поняла вопрос. Вирусная нагрузка в крови, в семенной жидкости, в вагинальном секрете разная. То есть если мы вирусную нагрузку снизили в семенной жидкости у мужчины или в вагинальном секрете у женщины, то мы не знаем 100%, насколько он снизился в крови. В крови содержание вируса всегда выше, чем в семенной жидкости. Но риск все равно становится меньше. То есть я свою кровь однозначно переливать никому не буду. Ну, вот эта история, да? И первое, еще раз сказали? Про маникюр. Маникюр. Чтобы получить ВИЧ-инфекцию через маникюрные инструменты, через прокол ушей или же какие-либо другие медицинские манипуляции, нужно, чтобы живая кровь, которая стекает с инструмента, прямо сейчас попала в кровоток ваш. Прямо вот живая кровь. А татуировки? Татуировки, если не сертифицированный салон, если при ваших глазах не были вытащены инструменты из автоклава, из места, где они стерилизуются, то это опасно. Вы всегда можете заразиться гепатитом С. ВИЧ-инфекция, если с инструмента стекает, кровь живая, вы ее видите и позволяете, чтобы она попала к вам. Спасибо. Ну и давайте в завершение. Такой общегуманитарный вопрос. Не уже с медицинскими деталями, а с гуманитарным таким срезом, если позвольте. Сейчас много вспоминали про достаточно тяжелое отношение общества к больным ВИЧ. Вообще очень странная тенденция. Чем больше становится информации на рынке, тем жестче становится общество к больным людям. Не только про ВИЧ сейчас речь. Да, я согласна. Смотрите, какие у нас истории происходят дикие совершенно по отношению к больным онкологии. Детям, которые приезжают на лечение в Москву, скажем, и их целыми подъездами выселяют. Петиции пишут в прокуратуру, чтобы высели от греха подальше. Они заразны. Что происходит с вашей точки зрения? Почему при наличии большого информации, ее становится худо-бедно, больше все-таки общество становится более злым и агрессивным по отношению к людям, попавшим в беду? И только не говорите про социальные беды. В Советском Союзе социальная ситуация была очень тяжелая. Люди как-то добрее были. Что происходит? С вашей точки зрения, уже как человека, общающегося с и той, и другой стороной каждый день. Что происходит? На мой взгляд, и в Советском Союзе людей с инвалидностью очень сильно щемили. Ну, то есть, а им не давали выйти во двор, у них не было пандусов, у них... Ну, и сейчас их-то нет. Но и тогда было такое, что вряд ли им путевку куда-нибудь, не знаю, в лагерь бы выделили. Потому что, ну, от греха подальше скрыть, что вот у нас есть в России такие люди, у которых нет, к примеру, ног или рук, или, ну, еще что-то. А на сегодняшний день есть несколько моментов, да, что дети становятся, вот я даже замечаю, да, что они становятся жестче, что они становятся более такие... Вот этот буллинг, который в классе, ну, то есть, в школе, травля, или еще какие-то такие моменты, они есть, тогда, на мой взгляд, была какая-то больше общность, вот эта вот цельность. На сегодняшний день цель... Ну, то есть, есть была какая-то цель. На сегодняшний день вот молодые люди куда хотят предпочтительно идти на работу, где в компании есть социальный, социально-корпоративная или какая-нибудь миссия, цель. И тогда люди, молодые люди хотят там работу, то есть, они сплочаются вокруг какой-то общей цели. Вот раньше, вот мы... я была пионером. Я сейчас признал, что я очень старая. Я была пионером, я носила пионерский галстук. И у нас была такая цель своя, вот надо стать пионером, а потом стать комсомолом. Тимур и его команды мы там читали, да, ну, то есть, вот такие вот моменты. сейчас этого не хватает. Вот реально нет вот этой вот этой штуки с общей цели, возле которой можно сплотиться. И молодые люди сплочаются возле какой-то своей, ну, они придумывают какую-то цель и сплочаются. Ну, то есть, вот как-то так. Вот если я... Это мое видение. У каждого может быть свое видение. Вот. Спасибо вам. Я думаю, что если у вас есть что сказать еще в качестве завершающего, не последнего, но завершающего слова. Завершающего слова. Что я хочу... Я бы очень хотела, чтобы каждый из вас то, что он узнал сегодня, донес хотя бы до ближайшего окружения. И это позволит нам сделать так, чтобы вы и ваши близкие оставались здоровыми. Что важно знать для того, чтобы не получить ВИЧ-инфекцию? Это чехол для презерватива. А верность ВВП Владимира Владимировича Путина еще, я так шучу. Верность в воздержании презерватива. Три вещи, которые защищат людей от ВИЧ-инфекции. Если нет верности, нет воздержания, то, пожалуйста, используйте презервативы. Это вот то, к чему я призываю людей. Это то, почему я заразилась ВИЧ. И то, что можно сделать на сегодня, чтобы обезопасить себя и своих близких. И будьте... Оставайтесь добрыми, глубокими и теми, какими... с вашими целями, которые вы ставили, когда еще... которые вы сейчас ставите. Очень часто мы в суете-сует забываем про любовь и про те искренние отношения, про ту цель, которая у нас есть внутри. А она у каждого есть. Оставайтесь самими собой и несите то, что вы изначально хотите нести. ваши слова, они могут менять людей, они могут менять общество, они могут делать очень большие вещи. Они могут сделать так, чтобы вы молодое поколение и мы очень рассчитываем на вас. Я рассчитываю на вас. Люди с ВИЧ, их миллион, рассчитывают на вас. Люди, у которых нет ВИЧ-инфекции, неважно, просто вы своим словом можете донести очень многое. Верьте в то, что вы реально можете. Верьте в то, что у вас есть вот эта частица добра, искренности, честности, того, чего вы хотите сделать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok